Добрый вечер! Пришло время информационной программы «Наши новости». В студии вас приветствует Татьяна Динер и Кирилл Политов. Смотрите сегодня в выпуске. Под контролем полпреда Виктор Толоконский оценил ход строительства новых жилых кварталов Краевой столицы. Не хочешь в армию? Спроси меня как. Новый способ избежать воинскую службу вовсю используют в Барнауле. Ежели даже здесь произошло несогласие, то пожалуйста, согласно законодательных нормам в суд. Танцы на колесах. Барнаульские дрифтеры учат своих подопечных вальсировать на асфальте. В Барнаул с рабочим визитом сегодня прибыл полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. График пребывания высокопоставленного гостя на Алтае буквально расписан по минутам. Первым делом Виктор Толоконский вместе с градоначальником Игорем Савинцевым ознакомился с ходом строительства новых жилых кварталов столицы Края. На масштабной стройке успел побывать и Кирилл Политов. Районы, кварталы, жилые массивы. Этот микрорайон 2034 растет буквально не по дням, а по часам. Четыре многоэтажки уже введены в строй на стадии еще 12. К тому же здесь осуществляется новомодный нынче проект «Кластерное строительство». Это целый комплекс сооружений, включающий социальные объекты. Так в середине лета здесь было начато возведение детского сада на 330 мест. Сегодня уже, видите, заканчивается первый этаж, а частично уже ведется кладка второго этажа. Но здание тут разной этажности, то есть один блок Б двухэтажный, а блок А трехэтажный. Поэтому, в принципе, в конце октября планируется в основном коробку здания собрать. Строители обещают сдать объект под ключ уже в декабре. Но и это еще не все. По соседству в будущем появится общеобразовательная школа, кинотеатр, бассейн и Ледовый дворец. Вскоре для 7 тысяч барнаульцев необходимые услуги будут в шаговой доступности. Это один из самых перспективных районов. И сегодня мы считаем абсолютно будет правильно для жителя. Оно и привлекательное, но и не только с точки зрения, что привлекательное. Сразу жилье, сразу школа, детский сад. То есть идем сразу параллельно, не дожидаясь, как говорится, впоследствии сначала жилье, а потом детский сад. Подобный современный проект полностью реализован на практике в 2000 квартале. На несколько десятков гектаров развернулся культурно-оздоровительный кластер. Рядом с общеобразовательной школой расположены детский сад, спортивные площадки и школа искусств. После экскурсии Виктор Толоконский высоко оценил такой подход к развитию столицы региона. Очень хороший проект мне понравился. Очень интересная организация работы школы, качество постройки. И, конечно, вот такая комплексность освоения территории микрорайона, когда новое жилищное строительство дополняется строительством крайне необходимых, жизненно необходимых социальных объектов, прежде всего детским садом, школой. Это очень хорошая градостроительная практика. И здесь Барнаул, безусловно, на хороших позициях находится. Также Виктор Толоконский отметил, что в будущем такие проекты будут поддержаны средствами из федерального бюджета. Кирилл Политов, Дмитрий Баша, информационный канал «Город». Если хотя бы один дом не готов к началу отопительного сезона, это чрезвычайная ситуация, заявил сегодня Игорь Савинцев. Главе администрации Барнаула пришлось экстренно прервать отпуск, чтобы встретиться с коммунальщиками. МУП «Энергетик» снабжает теплом 20% жителей Барнаула. Из 42 котельных, находящихся у них на балансе, 6 к работе не приступили. Наиболее проблемный участок находится по адресу Промышленная, 3. Долг населения в этом районе составляет 1 миллион 880 тысяч рублей. На четырех котельных ведутся работы по переводу на природный газ. Сегодня на аппаратном совещании в администрации Крайовой столицы коммунальщики пообещали – мерзнуть жители Барнаула не будут. Дома начнут отапливать резервные котлы. К вопросу о готовности к отопительному сезону глава администрации пообещал вернуться через неделю. Он проверит и данное сегодня обещание. Представители МОП «Энергетик» дали гарантию, что до конца этой недели будет запущена еще одна котельная. Игорь Савинцев предупредил – за готовность к отопительному сезону все ответственные лица будут нести персональную ответственность. Ведь по просьбам барнаульцев в народной программе развития города приоритет отдан сфере жилищно-коммунального хозяйства. Глава администрации потребовал от коммунальщиков усилить работу и уложиться в сроки. Работу по подготовке отопительному сезону должны быть полностью завершены к 15 октября, вне зависимости от капризов природы. Но я единственное вас убедительно прошу, все, вы не забывайте, что вы живете в Сибири. Не забывайте это. И ведь не случайно сегодня по нормативным срокам мы ставим запуск тепла 15 сентября. Не из-за того, что нам так хочется. Понимая то, что может быть мы и 15 октября не затопим. Но может так случиться, что надо будет и 15 сентября топить. Были у нас такие случаи. Пришло время отдать долг родине. Сегодня в России начался осенний призыв в армии. В ближайшие три месяца ее ряды пополнят 140 тысяч новобранцев. Из Алтайского края уйдет служить чуть более двух тысяч. Основная часть будет направлена для прохождения службы в Центральном военном округе, как мы предполагаем. Ну и остальное так по всей России. И традиционно 20 человек будут призваны в президентский полк. Как обычно, большая часть новобранцев пополнит ряды сухопутных войск. Значительно меньше наших земляков будет служить во внутренних войсках МВД, военно-воздушных, космических, ракетных, воздушно-десантных. Срок пребывания в армии также останется один год. По-прежнему солдаты будут получать денежные удовольствия от государства. Сохранится и общественный контроль за ходом призыва. Иными словами, родственники военнослужащих смогут сопровождать будущих защитников со сборного пункта до места прохождения военной службы. Первая отправка новобранцев запланирована на 8 ноября. Но в армию пойдут не все, кому этой осенью положено. Кто-то стал семейным человеком, кто-то поступил в университет, а кто-то просто не хочет примерять на себе солдатскую форму. Поэтому ищет любые возможности избежать строевой участи. На радость у клонистов в Барнауле появилась организация, которая заявляет о своей готовности на законных основаниях помочь призывникам не идти в армию. Правда, услуга эта далеко не бесплатная. Как из потенциальных военных делают гражданских, узнавала Галина Юмашева. Это кадры из сюжета наших томских коллег, которые рассказывали жителям своего региона о появлении компании «Призыва.нет». В ней фотографирование довольных новобранцев, не ушедших в армию, стандартная процедура. Вероятно, на память потомкам. Сотрудники фирмы утверждают, что в своей работе используют исключительно законные методы, которые заключаются в нахождении основания не служить или в доказательстве, в том числе и через суд, правомощности фактов, предоставленных их подопечным. — Разумеется, какой-то процент призывников минимален. Он абсолютно здоров, не имеет никаких социальных возможностей для получения отсрочки, никаких возможностей по учебе для получения отсрочки. И при этом в отношении него в ориенкомате не было нарушено никаких прав в процессе призыва. Конечно, не исключено, что такие молодые люди встретятся на нашем пути когда-нибудь. Но, к счастью или к сожалению, за 5 лет работают, и до сих пор, в этих сферах таких ничего не было. Хотя призывник в том же сюжете томских коллег открыто заявляет. — Почему я пришел в эту организацию? Потому что в моих планах развиваться как полноценный специалист в своей области. И, собственно говоря, не хотелось бы терять целый год. Ну, просто так. Потому что сейчас всем известным в армии ничего толком не дают. То есть в компании выискивают у призывников болезни, пытаются найти нарушение их прав в военкомате или что-то еще. Иными словами, в открытую за деньги помогают потенциальным солдатам не пойти в армию. Хотя на законных основаниях избежать призыва можно и бесплатно. — Есть федеральный закон номер 53 о воинской обязанности и военной службе. Там три статьи четко определяют, расписаны, кто освобождается от призыва, по каким параметрам имеются срочки. Все это четко написано. Если гражданин имеет право на это, то его задача предоставить подтверждающий документ на заседание призывной комиссии. Если он не согласен с результатами районной призывной комиссии, призывник имеет право обратиться к нам в краевую призывную комиссию. Если даже здесь произошло несогласие, то, пожалуйста, согласно законодательных норм в суд. Одни действуют на основании закона, другие с помощью лазеек в нем. Одни новобранцев в армию приводят, другие у нее их отбирают. Противостояние гражданских и военных во время призыва всегда было напряженным. А сейчас, похоже, оно усилится. Удастся ли теперь военному комиссариату выполнять план по поставке солдат в армию – большой вопрос. Ведь уже весной 300 человек в Алтайском крае за деньги избежали строевую участи. Галина Ямашева, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости. Общий объем финансирования нового высокотехнологичного проекта – более 500 миллионов рублей. В Бийске презентовали первое в России промышленное производство кристаллического глиоксаля на базе ФНПЦ «Алтай». Николай Тихонов подробнее. Цель проекта – создать на территории России первое высокотехнологичное производство стратегически важного материала – кристаллического глиоксаля мощностью более 500 тонн в год. Такие объемы возможны при разработке эффективной технологии очистки и концентрирования растворов глиоксаля. Чтобы было понятнее, что такое глиоксаль, скажем о том, где он применяется. А это главным образом оборонная промышленность, а также медицинская, химическая, пищевая и другие отрасли. Поток воздуха турбокомпрессором со скоростью 10 метров в секунду и расходом 1 метр кубический в секунду подается в сушильный аппарат с температурой 140 градусов. В нем происходит сушка глиоксаля. На выходе через циклон осаждения он попадает в охладитель, вот 23 номер, и потом уже на выгрузку на посолочную машину. При выходе на проектную мощность созданное производство позволит получать продукт высокого качества. Благодаря использованию в качестве сырья растворов глиоксаля российского производства себестоимость производимой продукции, по словам специалистов, упадет не менее чем на 20%. В ходе выполнения работ по созданию производства наработаны опытные партии продукции, организованы комплексные испытания. Также на кристаллический глиоксаль разработаны технические условия. Сегодня производство глиоксаля открывает в дальнейшем еще целую цепочку тех продуктов, которые можно получить, развивая эту тематику дальше. И, конечно, это говорит о том, что такие производства будут появляться, и в том числе появляться в городе Бийске, и это радует. Отметим, что подобных производств в мире всего 9. В России промышленный выпуск глиоксаля и вовсе налажен впервые. А значимость проекта в первую очередь в том, что будет обеспечено замещение импортного глиоксаля отечественным в объеме не менее 500 миллионов рублей в год. Николай Тихонов, Иван Зяблицкий. Наши новости. Рисунки песком, кривое зеркало, мигающие нити и водяная колба. Необычная комната появилась в Рубцовской коррекционной школе-интернате номер один. Чудеса сенсорики вместе с детьми оценила Анастасия Юрина. Работать со школьниками, у которых есть отклонения в развитии, задача непростая. Однако помочь таким ребятишкам могут различные коррекционные занятия. А о чудесах сенсорики преподаватели и учащиеся школы-интерната номер один теперь будут знать не понаслышке. Здесь открылась целая сенсорная комната, которая непременно поможет детям через восприятие простых вещей исправить недостатки развития. Особенно для детей, которые имеют сложные дефекты, которые имеют глубокую отсталость, оборудование это просто незаменимо. Рисунки песком на разноцветном световом экране, игрушки и коврики с наполнительными, приятными на ощупь. Кривое зеркало, мигающие нити и водяная колба, сухой бассейн с шариками. Все это очень понравилось ребятишкам и теперь сенсорная комната в их полном распоряжении. Вот как раз сенсорная комната как раз позволяет нам использовать эти обходные пути. То есть через сохранные функции мы влияем в целом на центральную нервную систему ребенка. И это обеспечивает качественное усвоение картины мира. Пожалуй, это самый приятный способ восприятия и понимания внешнего мира ребятами с недостатками развития. И улыбка ребенка – главное доказательство того, что взрослые все сделали верно. Анастасия Юрина, Михаил Артемчук. Наши новости. Можно научить и зайца курить, можно и машину по ступеням шагать. На то, чтобы они научились беспрекословно слушаться, уходят годы. Юлия Годар следила за тем, как владельцы авто хвастались умением своих четвероногих, если их так можно назвать. Они как живые, маленькие, послушные, ручные. Так и хочется погладить. Как и про любых четвероногих питомцев, владельцы радиоуправляемых моделей говорят – это вам не игрушка. И добавляют не без гордости. Это настоящая большая машина, только маленькая. Символ власти радиолюбителя – пульт. Но, как и в музыкальном инструменте, одних пальцев и умения нажимать на кнопки недостаточно. Главное – умелые руки и знания. В основном технического характера. Пиком мастерства управленцы радиомоделей считают дрифт – технику прохождения поворотов в управляемом заносе, скольжении. Когда автомобиль едет не прямо, а в заносе, ну, боком, грубо говоря. Это красиво, это интересно. Ну, а вообще изначально мы учились как бы контраварийному вождению. То есть это нам очень часто прям помогает на дороге, особенно зимой в городе. Когда ты знаешь, как можно пустить автомобиль в занос, это не более, когда ты знаешь, как его можно из него вывезти. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Чтобы достичь подобного мастерства, необходимо немало времени и денег. Тогда она у меня вошла порядка, наверное, тысяч шести. С тех пор в нее было вложено еще столько же, а то и больше. На данный момент, то есть примерно стоимость этого автомобиля, ну, она около 15 тысяч. То есть первым делом, когда я ее купил, я, естественно, ее все разобрал практически до болтика, до винтика. Разобрал все ее устройства, ну, и все дальше стало проще. А дальше самое начало. Загляни под капот и не выберешься. Так же, как на обыкновенных машинах, они поддаются тюнингу. Причем, полному тюнингу. Чтобы разогреть малышку за 3 секунды до 80 км в час, нужен двигатель с ускорением. В зависимости от трассы необходимо регулировать настройки и подвеску. Со стремительным полетом авто летит и резина. Ее приходится менять чаще всего. Но, по мнению больших владельцев маленьких машин, усилия стоят того, чтобы управлять мечтой. И если в детстве вы не стали фигуристами, дрифт позволит наслаждаться парным катанием. Юлия Агадар, Александр Морозов. Наши новости. На этом наша часть выпуска завершена. Но впереди еще много интересного. Барнаульских зрителей ждет очередной выпуск рубрики «Три четверти». А сначала прогноз погоды от Олеси Фроловой. Только добрых вам новостей. До свидания. Телевизионный проект «Три четверти», посвященный 75-летию Алтайского края, вместе с Дмитрием Негреевым продолжает знакомить вас с памятными местами Барнаула. Иных уж нет на карте города. Яркие моменты истории других звучат из уст барнаульских старожилов. Там, где были третьи, давно сменились вывески. В наши дни информация о них обобщена в книгах, архивах, в музеях. Но часто ли мы находим время, чтобы просто полистать, посмотреть и даже узнать что-либо новое? В рубрике «Три четверти» лишь некоторые яркие ностальгические моменты эпох, рассказанные нашим современникам, неравнодушным к истории. А вот в этом зеленом доме было известно кафе «Мороженое Катушок». Кафе было детское, но там собирались и взрослые, в том числе выпивали. И в 80-е годы, во время перестройки, это было одно из любимых мест местных молодых поэтов и писателей. Они там проводили свои мероприятия. В виде творческих вечеров? Ну, в виде неформальных творческих вечеров. В 70-е годы, я помню, я в школе учился, открыли детский кинотеатр «Пионер». Ну, там были какие-то и такие, и не детские фильмы шли в вечернее время. Ну, вот утром и днем шли детские фильмы, и билет стоил в детский кофе. Там был буфет, фойе такое большое. В фойе висели обычно какие-нибудь детские рисунки. Ну, поскольку детский кинотеатр. Больше там все емко-то было. Спустя 90 лет с момента основания кинотеатра «Пионер» здание, которое, к слову сказать, раньше было клубом для работников УВД, снесли. На его месте строят культурно-развлекательный центр. А вот рядом здесь гостиница «Алтай». Построена она, как кинотеатр «Родина», тоже была, по-моему, в 41-м году. Часто очень в этой гостинице селили артистов театров, которые приезжали на гастроли, и музыкантов, которые приезжали на гастроли. И вот иногда летом, когда окна открыты, например, можно было услышать, как кто-нибудь репетирует там, допустим, играет на трубе. С одной стороны, это было, конечно, не очень приятно, потому что мешало спать. Но с другой стороны, вот такая вот какая-то интересная нотка, которую вносила в жизнь эта гостиница. Итак, мы продолжаем. Уже в следующей серии вы узнаете, где должен был расположиться в начале 90-х диагностический центр, кто строил здание на Ленина 25, и как называли памятник Ленину, расположенный напротив иностранцы. Все это в проекте «Три четверти» не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова